и картинка да это нас есть фэсбуке все дорогие друзья мы продолжаем изучать продолжаем изучать втором глава называется был первый день первый день шавуа то хорошая неделя и значит мы как раз прошли уже семь казни в главе в главе бо начинаются последние три египетские казни и получается исход из египта то есть это можно было бы начинать тору с именно этой главы потому что с этой главы начинается то ради чего всевышний создавал мир еврестий народ ради выполнения заповеди то есть бог он создал этот мир для того чтобы в этом мире присутствовать и для того чтобы человек он выбрал знаете есть такое красивое название зачем бог сделал этот мир очень мне нравится это такое простое объяснение он себе сделал жилище в нижнем мире то есть вот представьте себе ситуацию в зачем делают зачем делают дети например вот этих знаете лего собирают зачем дети всяких солдатиков играют зачем человек рисует да вот этот акт творчества когда ты создаешь себе когда ты что-то создаешь такое да и ты в нем в этом в чем-то воплощаешься мне кажется что этот можно с большой натяжкой правда описать это это метафору к когда бог сотворил мироздание то он вошел вот в эту вот человек это как кукла такая да как биоробот который тело человека это такой биоробот который обладает возможностью говорить что-то делать выбирать да и бог себе создал вот вот этот мир для того чтобы он в нас как бы в каждом присутствует и проявляется и павляет очень интересно сюда вот так оно все интересно хорошо и сказал бог мошен бойль пару значит сказал бог мошен в этой главе панеток называется бог пошли к фараону бог это вместе пойдем то есть до этого он ему говорил их иди пойди к нему да а здесь ему говорит но пойдем вместе то есть я сейчас с тобой вместе мы идем фараону те они их бакет либо что я сделал ужесточил да сделал вот тяжелым таким его сердца в это лево падавы сердце его рабов лиман шики эту той или бетербой для того чтобы знамения свои вот эти вот делать в их среде значит маша рабы на не понимал тоже всевышнего мы не понимаем маша рабы на который был пророк не понимал он даже вопросы задавал зачем ты делаешь зло этому народу ты меня послал выводить их а не выводишь и тут бог ему говорит пойдем сейчас фараону и ты поймешь почему он тебя не отпускал в тех семи казнях сейчас последние три казни потом казнь первенцев значит это все для того чтобы увеличить мои знамения в этой среде то есть это антураж такой древний египет это был такой антураж такая красивая красивая театральная как называется бома сцена театральная сцена для проявления всевышнего и прямо во втором отрывке этой главы он так и говорит бог лиман тисапер беазне бенха для того чтобы ты рассказал в уши своего сына у бен бенха и сына сына то есть рассказывала все поколения мы сейчас это как раз рассказываем прошло три тысячи триста три четыре года с тех пор возьмем среднее поколение 25 лет это прошло значит 100 поколений это 2500 лет и плюс еще где-то 140 поколений прошло с тех пор вот так сына после сына после сына после сына для того чтобы ты рассказывал в уши сына своего сына сына эт ашер и талальти бемицраем вот это слово и талалти оно очень такое меня удивило когда первый раз его увидел она переводится насмехался смеялся развлекался ну как бы вот как бы развлекался но слишком развлекался знаете когда человек например он вот прямо знаете вот ну прямо его в разносит так он смеется и он в развлекается так вот после например человек выпьет там две бутылки шампанского и пока он еще не упадет или там водки он и талалти он такое что-то ему смешно вообще просто всего ему смешно и это странное слово здесь да для того чтобы ты рассказывал сыну и сыну сына твоего ашер и талальти бемицраем как я развлекался в египте в это татай ашер сам тибам и мои знамения знать и мои которые я там разместил в иодат им те они от иной и будете знать что я бог бог творец значит тут очень интересно что действительно если вдуматься вот первая группа казни до речка превращается в кровь ну это очень странно да то есть он же мог бог совсем по-другому все сделать он думал просто с неба спускается такая первая эскадрилья мигов 29 на египет древний египет да что бог не мог это сделать мог это сделать блок не мог сделать так чтобы космический корабль появился раньше мог он мог сделать все что угодно на небе могли пара дронов и написать на египетском языке фараон отпусти народ значит бог может все но бог он выбрал вот такую вот как сказать такую для нас это может быть история пьеса рассказ но он сделал так в начале в начале вода превратилась в кровь потом из этой воды из нила вылезли лягушки и лягушки везде разместились потом земля превратилась во вшей потом дети и звери пришли и как управляемые такие вот роботы начали одних кусать других не кусать потом значит вдруг начался мор эти стада умирают эти стада не умирают потом начался шкин потом начались вот эти вот язвы да потом значит началась это уже шесть казни прошло потом начинается седьмая казнь и вдруг с неба начинает падать град который был лед а внутри огонь и его час бог объясняет маша рабен он говорит идем сейчас пора я это все делал чтобы вы поняли и знали что я бог и используется вот это имя бог юткой вовкой четырех буквенная которая показывает бога который вне структуры до структуры есть сильные которые структура и есть бог который он вне структуры он создает любые структуры и бог он говорит вы поймите этот мир он не сам по себе этот мир он не вот как вы привыкли его видеть этот мир такой потому что я бог его таким делаем воевому шевы арон эль порой и пришли маша и арон к фараону и сказали ему так сказал бог всесильный евреев до каких пор будешь ты отказываться значит смириться передо мной да это не фараону говорят что бог ему шли вот такое послание до каких пор ты отказываешься смириться передо мной шалахами ва я в дуне отправляю народ мой и будут мне служить let my people go что если ты откажешься послать народ мой выслать народ мой и неним и вимахар арбе вот я привожу завтра саранчу бигвулеха приведу я саранчу во все твои границы выхисает айна арец и покроет она полностью всю землю не будет видно солнца вылою халерот эт арец и не сможешь ты даже увидеть землю и скушает она все что осталось из растительности которую в град не уничтожил и съест она все деревья все растущая всю растительность спали и все она съесть и наполнится дома твои дома всех рабов твоих и дома всего египта что такого не видели твои отца и отцы твоих отцов значит не видели бы такого как будет с этой саранчой значит почему бог послал именно саранчу почему саранчу это очень интересно если мы вспомним когда был по моему его звали титус титус он это был римский император который разрушил храм и он разрушил храм и он значит кто такой бог он там насмехался он торы рвал там на них ну в общем дело все чтобы оскорбить всевышнего и он горит кто бог такой вообще ну где этот бог и говорит нам у снатора предание что залетел ему в ухо комарик маленький комарик и семь лет этот комарик ему в мозгу значит долбил долбил долбим может это было не комарик даже у меня один знакомый есть которые вдруг у него начала звенеть в ушах и он чуть с ума не сошел он реально вот просто он сходил с ума никакие врачи не могли его избавить от этого звона в ушах и он просто за где-то несколько месяцев он не мог спать он не мог ничего делать он практически рассыпался потом он подлечился сейчас он более менее нормальный но видно было как малейшая вот такая вот неприятность в в картине мира дачах думают да я властитель а какой-то властитель ты 7 часов лежишь без сознания каждый день во сне какой-то властитель у тебя одну функцию наружу организма и вся у тебя система разрушится то есть просто и здесь поэтому тоже бог послал на фараона который считал себя сверх человеком богом и вообще там ну самым крутым вообще властителем он посылает саранчу вообще кузнечиков эти кузнечики полностью значит уничтожили иди ты ничего не мог фараон с ними сделать вообще ничего кузнечиками то есть бог его победил кузнечиками во имру и сказали рабы фараона ему до каких пор будет это нам макеши так как ловушкой препятствием отправьте этих людей пусть они служат своему богу всесильному перед тем как узнаем мы что что полностью разрушился египет они говорят за что ты держишься с тем ты воюешь зачем отпусти пускай они идут себе да это сейчас война но пожалуйста обратитесь к там руководству армии россии от выйдите с украины все закончите войну опять пускай вернутся все бренды в россию все отлично все работает все живут зарабатывают все хорошо уровень жизни растет торговля растет все довольно счастливы зачем вам нужна эта украина отдайте все ну что площади мало вот то же самое не рабы говорят этому фараону они ему говорят фараон отпусти их уже пусть идут служит этому богу своему уходят что тебе эти рабы что без них никакого у тебя жизни не будет да посмотри уже 7 казни 7 казни уже это саранча это уже восьмая казнь и вернул тогда он мужей арона послали за ними и фараон послал говорит все догоните их возвращайте приходят они и сказал он им идите и служите с вами вашему богу всесильному кто а кто пойдет он говорит ми уми алхим кто пойдет спрашивает фараон и сказал муше молодежь наша старики наши сыновья наши дочери наши скот наш все мы пойдем потому что праздник богу нашему и сказал им фараон тогда отвечает пусть будет ваш бог с вами он ему говорит кашер ашалахет хэм в этом я говорит хорошо я отошлю вас и ваших детей но смотрите зло перед вами перед вашими лицами значит тут у снатора прямо объясняет кто любит мистику значит он по фараон смотрит ра это была звезда какая-то звезда которая у них обозначала зло звезда зла он говорит там куда вы собираетесь идти пустыня звезда зла перед вами и значит вижу я через своих астрологов звездочетов вижу много крови вижу много смерти вы умрете вы исчезнете и потом когда когда вышли в когда получили тору и потом сделали когда маша вернулся со скрижалями еврейский народ сделал золотого тельца то бог сказал маша рабе ну я сейчас уничтожу давай этот народ и от тебя сделаю новый народ а маша рабе ну говорит что скажет тогда фараон что это что ты получается слабее чем вот эта звезда зла которую он видел он говорит что это то есть фараон видел какую-то звезду зла которая перед ними что они должны были исчезнуть что интересно чезли из из радаров они исчезли из радаров обычного мира они исчезли из радаров сил природы еврейский народ после получения торы и вообще он как бы исчез из радаров обычного вот такого как сказать такого природного пути причины следствий значит фараон говорит я вас всех не отпущу лохэн лэхуна а говорим идите пусть мужчины идут и служат они богу потому что этого вы просите в айгарешу там и выгнал их от фараона все сегодняшний отрывок мы закончили теперь объяснение значит фараон же он был маг колдун маг и колдун и фараон фараон который он же был маг да такой прям конкретно он видит там звезда зла то есть они как бы исчезают до кровь звезда звезда зла потом он ему говорит куда вы пойдете служить если ваш бог это зло тогда вы не должны брать детей потому что в египте у них были идолы они служили силам силам добра селом добра не служили как бы не были идолы добра они служили им с радостью а зло силам зла они приносили жертвы и когда не приносили жертвы и в силе жертвы, они, значит, не брали с собой детей, потому что они боялись, что эти идолы уничтожат их детей. Силы зла, они им служили через жертвы, но детей не брали. Когда они шли в праздник для сил добра, тогда они наоборот, шли с детьми, праздновали и так далее. И фараон спрашивает, кто пойдет? Машарабену говорит, все пойдем и жертвы будем приносить, потому что наш Бог это единый Бог. У нас нет такого, что тут силы зла, силы добра, все делает Бог. И если мы приносим жертвы, то мы приносим жертвы как бы вместо себя. И мы раскаиваемся, и мы делаем то, что называется отшува раскаяния.